всем привет с вами галактики мы продолжаем играть и ведьмака третью часть мы пришли в прошлой серии в деревню которую просто выжигала можно сказать дикая охота и нам здесь нужно найти вокруг следов лед правда что ли правда что ли нам здесь нужно найти какие-то данные которые разведчик мог как-то припрятать там его пытали может они что-то пропустили обыщу его штаны не гнутся словно мокрые портки на морозе сушили может он что-то спрятал в кафтане холодный как лед ничего здесь нет проверю башмаках засохшая кровь он спрятал в башмаке ключик где-то должен быть замок от этого ключа сквозит похоже под развалюха есть еще помещение надо будут прибраться замок открыт окей лестница было надо падать может плохо закончится тут не высоко в принципе тамара стенгер дочь кровавого барона пропалом окей так чё там такое в химический порошок это нужно свечка красным помечено наверно ценные вещи валяются просто так сошел с ума или да так так и древесно вот дневник его учетная книга плата за мешок зерна счет за древесный уголь гендрик выдавал себя за торговца здесь что-то еще заметки спрятанные среди щитов ловко какие интересные заголовки разыскиваемые объект появился на скеллиге также его видели в новиграде внешний вид не изменился серые волосы шрам на лице контактов с людьми избегает пьяный кабан так называемый барон приютил объект в замке точнее в захваченной крепости причина неизвестна поговорить с бароном во вродницах ссора с ведьмой объект оказался на болотах столкнулся с ведьмой конфликт причина неизвестна разыскать ведьму поговорить с мужиками село подлесье надо быть осторожней за мной наблюдают не знаю кто это может быть пес убежал в ведре замерзла вода странное зарево на небе мужики говорят это плохой знак они как-то разузнали что гендрик ищет цири это мы его и пытали я опоздал единственная ниточка это барон и какая-то ведьма зараза так отправиться в замок барона сейчас выйдем отсюда и посмотрим где замок барона если он где-то далеко блин хотя все равно я хочу добраться до какого-то более менее серьезного городка первым делом потому что у меня уже места в инвентаре нету совсем новое задание кровавый барон места в инвентаре нету совсем давайте посмотрим карту хочется поторговать нормально кровавый барон так отправиться в замок барон ну я предполагаю что здесь возможно будет какой-то торговец нормальный кузнец и и вообще ну давайте поскачем пока что сюда да а потом уже будем возвращаться там исследовать прочие места потому что первым делом нужно действительно разгрузить немного наш инвентарь так ну-ка подожди еще разок так журнальчик по следам цири так кровавый барон охота на ведьму цири поссорилась некая ведьма все указывала на колдунью обитаемым недалеко от подлеси нет все таки мне кажется надо идти к кровавому барону в замок на что-то я туда куда-то скачу опять какие-то стрёмные пути плотва мне выбирает давай папа прыгать папа нет молодчинка вперед плотва молодчинка все поскакали так два раза и все она сама будет скакать отлично мы можем видом пока полюбоваться красивой природой по сторонам посмотреть слышу слышу постоянно наверное все таки не чавканье мне кажется что я постоянно слышу чье-то чавканье так уходим или не уходим не слушайте я не буду проходить мимо возле этих матерящихся ребят так что там у меня и гнида надо сначала давайте клэн ухты как я во время так кланчик кланчик так и гнем давайте акси попробуем вот так ненавязчиво к этому мы подобрались чтобы он от лука избавился вот тихо так ну давай о добивание вот эти добивания ребята мне о них говорили когда мы используем этот знак у нас есть шанс добить очень быстро противника если мы там или шанс какой-то или просто нужно очень быстро по нему попасть блин сейчас я вот точно перегруз словлю блин и меч поломал печально так ну могу зато что что я могу зато чертеж охотничьи штаны могу сам теперь себе охотничьи штаны сделать да все уже перегруз жаль очень жаль немного воды соты медовые свеча ой 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 что то фпс просил жутко так вроде бы все больше тут ничего нету сейчас долутаем последних бойцов я надеюсь что плотва будет бежать невзирая на мой перегруз ну плотвинушка ты же будешь скакать что есть мочи мне уже надо меч починить давай плотва давай плотва да плотва скачет что есть мочи то что надо так а мечи надеюсь у меня нормальные я поменял не тот который да вот хороший такой городочек поселочек крепость наверное все таки а не городочек и не поселочек слушайте и куда и куда все мосты пробиты замок вронится или там там накрыто хорошо издалека просто не было видно этого прячьте детей запирайте двери скорее это он бароновых людей перерезал так а ну ка посмотрим анна хорошо а это как раз баронова дочь так ну что ну людишки есть тут у вас торговца какие-то а бежать я не могу точно точно я предполагаю что вполне возможно сейчас появится надо может с бароном поговорить смешные я к вам вернусь еще обязательно так так тут ничего не видно бронник есть тут но это уже хорошо бронник нам в целом то и нужен а слушайте там какие-то бандиты опять да что ж ты будешь делать почему мне всегда бандиты какие-то попадаются ну что это такое что тут можно выкинуть мечи по 40 монет по 40 монет а кстати вот отлично можно седло выкинуть хотя это по сотке даже блин даже не знаю по 46 а дубина кстати давайте вот эти вот два меча выкинем как выкинуть вот бросить раз бросить два этот дубинка лёгенькая 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 по 39 так что мы может тут одеть что-то можем нет нет броня плюс один пойдет штанишки хорошо зашли 68 блин даже даже не знаю что тут выкинуть так чтобы не жалко было во длинный меч не левгардский 3 весит пойдет во ну теперь можем повоевать давай давай суха не удержится человек барона странно опять добивание красиво блин классный знак слышите пойдет мне нравится очень кроны беру меч не беру значит кроны беру так а это там лут который я сбросил даже виднеется хорошо только не говорите что там снова мне придется дальше с людьми барона разбираться уйди прошу тебя иди отсюда доска объявлений кто идёт ворот а тебе что дело есть открывай ворота нет уж мы слыхали что ты устроил в корчмен распуть таким как ты сюда хода нет а а надо что-нибудь придумать может кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь то есть это я в корчмен распутье тогда раскидал всех этих да бандитов и они служили этому барону видимо да блин и теперь меня не хотят пропускать барону один только дряхлый старичок от меня не бежит да кстати я вот тоже обратил внимание и тебе привет все бегут как меня увидят а ты нет староват я бегать да и что ты мне сделаешь убьешь воля твоя мне и так недолго осталось шкуру спустишь так спускать уже нечего ты давно тут живешь ну с рождения почитай семьдесят весен будет и наверное все тут отлично знаешь да не жалуюсь мне надо в замок можно туда в обход ворот попасть можно только немногие об этом знают если бы ты ну к примеру дал бы мне какую нибудь денежку я бы может и подсказал ладно пятнадцать минут не хочу я спорить со стражниками очки опыта пойдет когда во вроницах еще старый владетель правил пропал под мастерье кузнеца всей деревне его искали но тщетно наконец нашли ребятенка в реке утонул он печально и как мне это поможет через пару дней баба что служил у владетеля нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем парень упал в колодец так точно а где нашли ребятенка на северо-запад отсюда поставили часовинку выходит и вход там неподалеку как туда дойти то ступай по той дороге что через деревню идет пока не дойдешь до моста за мостом поверни направо и дальше иди прямо пока не дойдешь до развилки там опять сверни направо и по трубке на холм а сверху как раз часовинка то и будет направо за мостом потом еще раз направо я найду спасибо так хорошо я почему то теперь подозреваю что не будут рады видеть у меня бронник там тоже может мы сможем как то поговорить ну короче дело немного усложняется и откладывается поэтому давайте мы сейчас попробуем сходить к торговцу в нашей стартовой локации там где мы начали игру в белом саду в деревеньке так управление пробел карта мира белый сад давайте мы отправимся не отправимся вот так белый сад это не интересно геральт узнал что его подопечная цири везет и ей грозит опасность по приказу императора и по просьбе яннифер геральт отправился на поиски цири так ну-ка давайте теперь посмотрим появились денежки у этих торговцев покажи свои товары дай-ка взгод 81 монетка и новое седло новое седло и кстати доспехи доспехи вполне годные доспехи неужели это сделал си доспехи блин вот что-то я не помню не помню я вроде DLC не ставил я подозреваю так ну ладно давайте в любом случае продаем ему все вот это вот барахло разбивать его пока перерабатывать не будем да на ресурсы я думаю мы много и так и так денег не хватает хорошо посмотрим что мы можем ну слушайте давайте возьмем бронечку мы ему сейчас еще много чего продадим я думаю так что седло кстати 25 энергии ну такое необходим уровень 4 блин ну дороговато дороговато я бы лучше может даже карты купил бы на самом деле рубайлы так 50 20 20 силы отряда 5 4 ну это неплохо уже потому что у меня там копейки так давайте вот эти мы продаем в любом случае вот это вот ерунду продаем сразу же так 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 броня плюс 21 на 2 брони больше колющим ну и сопротивление да ударный рубящий урон ударный рубящий рубящий в принципе такой же в принципе да эта курточка получше будет 227 6 вес у нее да проблемный немного вес но в принципе в принципе блин я даже не знаю с одной стороны хочется а с другой стороны что-то не очень хочется ладно пока наверное не буду давайте продадим у нас шкур здесь много овечье продадим нам 400 монет да у нас теперь блин ну вот не хочу я покупать и все хлопок шпагат не хочу у него покупать эти брони так кстати топоров еще можно продать 22 монетки 14 здесь сотня ну короче еще две сотни можно без проблем тут наварить в целом то но не хочу куртку не хочу я покупку покупать продавать покупать покупать и продавать да не делаем давайте пойдем еще лучше к кузнецу подчинимся как кузнецов сынок пропал мужики начали ведьмака пытать что в 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 так в в в в в в в Давайте мы подточимся немного. Так, а где у тебя вторая штука? О, стоп, у него что тут? Вещи отреспаунились. Что, серьезно? Блин, ладно, нету. Мне казалось, что у него можно заточиться и оружие, и доспехи. Так, сделай мне что-нибудь. Давай покажи сначала лучше свои товары. Посмотрим. Так, курточку. Даже не знаю, я вроде такую курточку ему не продавал. Так. Даже остается в памяти. Броня 54 сопротивление. Это магический предмет. Даже не знаю, сколько денег стоит. 80 монет. Ну, в принципе, можно попробовать. Сейчас посмотрим, что мы можем продать кузнецу. Кузнец покупает вот эти вот безделушки. Так. Нет, интересно. А у кузнеца, кстати, денег много. Надо было... Да, надо было кузнецу продавать первым делом оружие. А это мы уже продавать торговцу этим... Так. Ну, слушайте, давайте попробуем, наверное... Починим только сначала мечик, да, 40%. Сколько? 60 монет. Ну, в принципе, не так дорого, как могло бы быть. Наверное, все починим полностью. Минус 3. Да, давайте. Куртку тоже эту починим. Но это не будем чинить. Так. Давайте попробуем. Вот мне вот интересно, что это такое. Это, наверное, нагрудник какой-то, я предполагаю, по количеству брони. 38 сопротивление колющим. 55. Ну, я хочу купить. Вот не могу. Хочу и все. Купили. Давайте теперь посмотрим. На... Вот это вот дело. Так. Ну, смотрите. Вот этот вот нагрудничек лучше, чем мой. Нагрудничек. Уровень 5 необходим. Хорошо. Так. Ударному. Угу. Ну, это похуже. Ну, вот этот мне больше нравится. Мне, наверное, сразу же, может быть, его даже сварганю. Потому что у моего нагрудника нет сопротивления колющим ударам. Насколько я помню. Давайте мы проверим. Это не мой нагрудник. Так. Разобрать. Нет. Спасибо. Я разбирать ничего не хочу. Камень можно вынуть. Цена 10. Так. Нет. Нет. Спасибо. Лавка. Ну, слушайте. Мы предметы уже разбирали. Хватит. А что будет, если мы... Давайте. Ммм. Янтарь. Серебро. Золотой слиток. Рубин. 21 монета. Ну, не дешево. Разбирает он вот эти вот предметы. Так. А эти? Так. Хорошо. Знаки. За боевые заслуги. По две монеты. Мне там, по-моему, дротва это нужна была. Если я не ошибаюсь. Давайте мы сейчас проверим. Так. Да. Две дротвы мне нужно. Как раз. Давайте разберем, наверное, вот эти два знака. Да все четыре разберем. Я даже не знаю, зачем они мне нужны. Может быть, где-то они не нужны были бы. Да. Кто их знает. Так. Теперь можно сделать вот этот вот нагрудничек. Давайте. Сделаем. Хорошо. Но эти, наверное, не стану. Не стану крафтить. Легкий доспех. Это тоже легкий доспех. Окей. Все. Как тебе новая кузница-то? Как новая кузница? Замечательно. Нильфгардцы привезли из Махакама двухкамерные меха. Пригнали работягу из Визимы. Он мне кирпичный горн и трубу поставил. Только вот местные перестали у меня покупать. Ездят за инструментами в Корзельце. Хоть туда и полдня дороги. А ведь тамошний кузнец даже порядочные мотыги выковать не умеет. Зато человек, верно? Береги себя, Вилли. А если война так повернется, что Нильфгард оставит Белый Сад, уходи с ними. Тебе этого парнишки местные не забудут. Бывай. Так, давайте посмотрим на грудничек. Шипт, чтобы сравнить. 2% мощь Ирдана даже повышает. Колющим на 2% больше. Ударному урону на 3% меньше. И рубящий урон на 5% больше. Ну, немного, но зато броня на 23. Повыше будет. По-моему, хороший такой нагрудничек. Мы сковали себе. Так, и у нас еще есть... Вот, да. Умение персонажа. В знаки мы идем и улучшаем знак Квен. Второй режим знака. Так, 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 так. Блокировка атак расходует энергию. Давайте возьмем. Урон, поглощенный щитом, восстанавливает очки здоровья игрока. Будем... Стоп. А вроде... Вроде... Вроде было написано, что я получил одно очко умений. Где-то там, когда квест выполнил. Разве я нет? Нет. Странно. Очень странно. Ну да ладно. Ну да ладно. Все, бежим опять к этому... ...знаку быстрого перемещения и пойдем... Пойдем так... Пум-пум-пум... Пробел... Сюда... Сюда и... Сюда... 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 этих мест кровавого барона и повздорила с какой-то ведьм так окей мы наверно пробежимся быстренько тут я не буду плату седлать тут вроде недалеко вроде бы недалеко так застрял так сейчас посмотрим я может не туда бегу да очень на то похоже что я не туда бегу я вроде тут но смогу спуститься и на и переплыть щиток так что пойдет в целом часов значит вход где-то рядом найдите пещеру сейчас поплаваем я чувствую делать не люблю плавать под водой что поделать вон а ныряй хорошо ныряй нет нет что хорошо нырять так как мы тут можем проплыть-то нырять вроде и так некуда может вот тут мы проплывем? проплывешь? нет, фонарь не проплывает там вот как-то можно обойти что ли, да? да, скорее всего ага блин, ничего не видно мне еще сейчас солнце отсвечивает так окей опа баба вода баба ну, ну, а я, да, все правильно давайте мы сейчас нырнем вот сюда я видел там какие-то ништяки под водой так, чертеж кинжал не гоже геральду с кинжалом-то бегать так ничего не видно вообще вот какие-то ништяки вижу свиная шкура так куда нам тут наверх наверх не наверх не наверх вот сюда будем идти по следу из ништяков селитра вырванная страница отвар из василиска так хорошо что как-то наверх сюда можно попасть а ну-ка может быть а кстати у меня же есть свет я могу ну, немного конечно но подсветить себя так хорошо во во другое дело а, у меня же факел есть чё я чё я только я не знаю как его в руку взять а, всё вспомнил вспомнил факел факел во о вот оно совсем другое дело надеюсь, он не потухнет свет уже близко так тут вроде ничего нет найти дорогу в замок там был где-то значок что мы могли мол что-то разрушить какие цветы разноцветные жесть какая тихо 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 не 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 туда вот вы зиме были балы танцевал я там пару раз с моей анною как мы там кружились раз два три раз два три хватит поставки должны быть раз в неделю мне всё равно как ты это сделаешь вы не останетесь на чай у тебя и без того гостей хватит а привет защитник у угнетенных быстро новости расходятся а то я как узнал что ты перерезал моих людей хотел тебя повесить или по крайней мере высить а потом подумал вот же крепкий молодец раз с ними со всеми справился такой может мне пригодиться может пригодиться для чего вот пожалуйста хорошее отношение сразу видно что мы сможем договориться прошу только повежливее будь так добр помни я ещё не решил что с тобой делать поговорим там и буду думать располагайся где-то у меня была ещё водка о нашёл выпьешь спасибо я не за этим пришёл ну как хочешь а я вот не люблю сидеть сухим горлом до войны тут была винокурня лучшая в Велине сожгли её до основания сукины дети ну к делу я Филипп Стэнгер мужичьё меня зовёт кровавым бароном Геральт из Ривии мужичьё меня зовёт мясником из Блавитино я знаю кто ты мы только поэтому и разговариваем как тебе велен мне не нравится повсюду топи трясины болотистые леса именно так если кто пропадёт так тяжело потом искать к чему ты клонишь многие потеряли здесь близких кто жён кто дочерей ты скажешь наконец в чём дело в Цири ты же здесь из-за неё значит она тут была она попала ко мне не так давно была без сил ранена а смердела как шелудивая псина позже мне сказали что она пришла со стороны болот сказала что по пути к деревне на неё напали чудище хм играя за цирилованием можете использовать рюкзак а также накладывать знаки этого ещё не хватало надо уходить а травки собирать я могу но зачем а что у нас есть кроме рюкзака давайте как-то посмотрим что у нас есть у нас есть только карта да причем карта у нас осталась такая как и была лучше побежали не буду тогда слушать как она умеет как она может слезать Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Я никогда не теряюсь. Ну да, конечно. А что ты делаешь? Одна посреди... Ищу потерявшихся девочек. Ты про это? Маньячка. Скажи лучше, где ты живешь. Залипи. Там бы тебе все раны залечили. Неплохая мысль. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Что за волчий король? У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да. То есть нет. То есть из-за гряди. Он был вот такой огроменный. И глаза у него вло. И зубы большущие. И весь он был ужасно-ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся. И короли. Пойди-ка сюда. Я тебя подсажу. История о цире. Король волков. Так. Давайте, ребята, мы с вами сохранимся, наверное. У меня уже горлышко порядочно болит. И кашля я сильно. И прервемся с вами на самом интересном месте. И в следующей серии уже узнаем историю цири. А пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok